По крупицам счастья собирая, я ткала ковер своей судьбы, то найдя чего-то, то теряя, все молила, не было б беды. Так сплетая нити жизни крепко, я боялась только б не порвать. Шла тихонько, выверяя метко, падая и поднимаясь вновь и опять. И чем больше я приобретала, ярче становился мой ковер. Это ж жизнь моя так протекала. Ручейками среди скал и гор. Эти замечательные строки написала поэт, член литературного объединения в Звенегорье Ольга Анатольевна Шкелева. Сегодня она в нашей студии. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. А я в руках держу потрясающий сборник стихов, рассказов, сказок для детей, извиняющий капельки, который буквально вышел с типографии неделю назад. То есть это, по сути, у нас такой предпремьерный показ сегодня с вами. Ольга Анатольевна пишет стихи давно, радует своим творчеством тоже, безусловно, давно. Но сегодня хотелось бы поговорить. И вот этой программой мы запускаем новый телепроект на нашем канале, который будет посвящен интересным людям Звенегородской земли и тем людям, которые вносят свой вклад в развитие культурной жизни этого города. Здравствуйте, Ольга Анатольевна, еще раз. Добрый день. Вот прям держу сборник, уже полистала его, посмотрела. Действительно, удивительные, такие светлые, радостные стихи, прям настроение. Вот и захотелось, я, честно, не планировала, прям захотелось начать сегодня программу именно с стихотворения. Как к вам пришла муза? Когда вы начали писать? Ну, писать я начала очень давно. Я уже в сентябре будет 40 лет, как я работаю педагогом, работала и учителем, и директором школы. И, наконец-то, нашла себя в роли воспитателя. Знаете, это такой бальзам. И сколько я работаю с детьми, я всегда писала. Я писала сценарии для праздников. И когда была директором школы уже, мы делали даже школьную газету «Прометей». И печатали ее в целиннике. Наша газета в Саратовской области, в селе Перелюб. И там была целая рубрика «Газета в газете». Там мы писали о школьных новостях, о нашей жизни. И вы знаете, вот так это все уже вот вошло мне. То есть это, получается, неотъемлемая часть вашей жизни. Да. Я этим занималась всегда. Встречи с интересными людьми, с ветеранами войны. И вот когда тебя уже переполняют чувства, эмоции, и вот ты прям берешь ручку и начинаешь писать. Чтобы не только я об этом знала, а и другие могли прочитать. И поэтому вот вдохновляли меня всегда по жизни дети. Свои дети, школьники, теперь воспитанники. Сейчас вы являетесь членом литературного объединения «Звенегорье». Сколько уже лет. И я знаю, что даже вот в рамках этого объединения вы руководите своим подразделением. Детским, да. И как раз таки детским. Детским. И занимаетесь детьми. То есть вы, с одной стороны, и пишете для детей, а с другой стороны, еще и учите их, я так понимаю, раскрываете таланты. Да. Будущих юных поэтов воспитываете, он готов, да? Да. Вы знаете, мы вот собираемся, но аудитория нас вот уже за, например, за 40, за 50 и за 60. А так хочется. Ведь среди наших юных детей, вот, и среди детей очень много талантов. И я решила пойти в школу. У меня детки-то маленькие. Ну, пробуем там. Мы с ними не пишем, но мы с ними учим мои стихи. И они с удовольствием, даже тот, кто не... Ну, я думаю, что в детском саду как раз самое вот тот фундамент, да, отсказывать рифмы, пытаться играть с словами, с фразами. И вы знаете, они как я начинают подбирать, а ребенок, который не умеет еще там даже говорить хорошо, да, он все равно глазки горят. Ну, как же, все говорят, а он нет. И я его зову, идем, идем, он руками начинает жестикулировать, вроде бы рассказывает. И мы ему так тоже аплодируем. Потому что если артисты, значит, вся группа артистов. Нельзя вот так делать, кто умеет говорить, говорит, а остальные просто сидят. Пусть они жестами показывают, это тоже очень хорошо. Вот. И поэтому я решила пойти в школу. Я сначала ходила в группу продленного дня, читала свои стихи. Они говорят, а можно мы попробуем? Я говорю, конечно, можно. И мы с ними начали вот так составлять... То есть, получается, даже какой-то был некий запрос от детей. Да. И мы вот начали, они же дети в школу, бывшие мои воспитанники. И поэтому вот эта наша дружба из детского сада перешла в школу. И вот даже я попробовала в своей книге опубликовать их стихи. Вот в вашем сборнике, в новом сборнике, в сборнике стихов, рассказов, сказок для детей, звеняющей капельки, который недавно совсем вышел из печати, есть прям раздел. Творчество юных, проба пероучащихся Коринской средней школы. И вот я прям предлагаю прочитать стихотворение. Первая Влада Ивлева, ему 7 лет, страница 65, буду в армии служить. Сейчас откроем. Вы же не против, Ольга? Нет, нет, нет. Буду в армии служить, чтоб стране полезным быть. Стану моряком отважным, капитаном самым важным. Поплыву я по морям к дальним-дальним берегам. И везде, где буду я, будут у меня друзья. Прекрасно, мне кажется. Вот он, будущий защитник отечества. Кстати, получается, что стихи, они в процессе воспитывают. И прививают любовь к родине, к отечеству. Да. Я, знаете, вот всегда говорю. Ведь ребенок к нам приходит маленький. И ведь вот наше будущее, можно сказать, в наших руках. Вот насколько мы сумеем его воспитать, привить ему любовь к родине. Ведь он это потом пронесет через всю жизнь. И поэтому, например, ребенок маленький, у меня есть такое стихотворение. Мы и играем, и читаем, рассказом. Например, на сегодня мы пилоты. Все заводим самолеты. Там, показываем, отправляется в полет наш красивый самолет. Полетим под небесами. Все увидите вы сами. Наши горы и леса. Вот какая здесь краса. Пролетаем над Москвой. Это же город наш родной. Нашей родиной столица. Будем ей всегда гордиться. Вы понимаете? Они поиграли в то же время. Играли, и родину вспомнили. И что Москва назвали. Выучили. Да. И они вот мы выходим и в зале играем, и на улице играем. И они уже это самопроизвольно. Это уже и выучили. Понимаете? Потом есть тоже вот такое. С гордостью флажок держу. И этим флагом дорожу. Он символ родины моей. Ее нет краше и милей. И вот когда вот это с детства... Казалось бы, четыре строки. Ну вот здесь... Не длинное стихотворение. Я его, кстати, открыла на девятой странице. А есть вот еще. Я в России живу, например. Я в России живу, свято этим горжусь. Когда вырасту я, то стране пригожусь. Буду строить дома и машины водить, чтобы каждый из нас мог достойно здесь жить. Вот. Это те, мы-то уже стали, а они будут. И вот какими они будут, зависит от нас. Ольга Анатольевна, когда вы проводите встречи, когда вы общаетесь с ребятами, в школы приходите и в литературном объединении. Вот какой отклик вы от них получаете? Потому что я так понимаю, что в какой-то мере они ваши, наверное, ну главные критики. Скорее всего, вы, наверное, сначала первых их читаете, да? Смотрите, какая будет реакция, да? Что они вам говорят? Вот какой отклик вы от них получаете? Положительный. И вы знаете, они не дают скучать. А ты песенку споешь? Я распою. И спою, и станцую, и прочитаю. И они мне сами говорят. А вот сказку про солнышко можешь рассказывать? Я говорю, могу. А про тучку? И я начинаю самопроизвольно вот просто им рассказывать. А потом смотрю, вроде неплохо получается. Надо записать. Записать. Пока они спят, да. Вы знаете, большинство произведений я написала, пока они спят. Я вот им рассказываю, рассказываю. И вдруг у меня эта мысль вот зарождается, зарождается. Они уснули, так сопят хорошо. А я начинаю писать. И вы понимаете, вот какой-то у нас сотрудничество. Это вот такой бальзам для души. Ольга Анатольевна, вот я смотрю на вас, у вас так горят глаза. Я понимаю, что вы действительно нашли без них семья. Вы понимаете, вот ты когда заходишь, вот у меня есть здесь какое счастье быть детьми любимой. От этого становишься счастливой. И хочется так всех обмять, к себе прижать, как будто их родная мать. Они такие разные детишки, мои любимые девчонки и мальчишки. Глазенки, как фонарики горят. И все галдят, галдят, галдят. Идешь домой, они как будто рядом. Невольно ищешься ты своим взглядом. И каждый раз, когда идешь ты в детский сад, ты несказанно очень-очень рад. Вы знаете, вот когда это приносит радость, вот эта встреча, знаете, это вообще ни с чем не сравнимо. Ну, хочу немножко о нашем Звенегоре сказать. В этом году нам повезло. Мы сначала вот первый выпустили «Альманах». Здесь печатаются очень достойные поэты и писатели. Руководитель наш, Босняцкий Георгий Петрович. Дай Бог ему долгие лета и крепкого здоровья. Он вообще очень молодец. Он приветствует, когда мы что-то делаем. Он радуется за каждого из нас. Когда я ему сказала, что меня пригласили, он так радовался, говорит, здорово, как хорошо. Там, расскажите про нас. Я говорю, конечно, расскажу. Сама-то я приехала из Саратовской области. Приехала на год. Но вы знаете, я так влюбилась в Подмосковье и решила уже отсюда больше не уезжать. Хорошая работа. Даже купила квартиру себе. Правда, в ипотеку. Но я справлюсь. Я справлюсь. Но вы знаете, вот так дышать. Мы даже не понимаем, что просто даже дышать вот таким воздухом лесным, это такое счастье. Потому что большую часть жизни я прожила в степи. И сейчас там под 50. Очень тяжело нашим всем. А я-то здесь живу и радуюсь. В прохладе. Да. Но вы знаете, вот немножко грустинка есть. Я вот считаюсь детским поэтом. Но я все-таки пишу и для взрослых. И вот одно стихотворение можно как привет моим односельчанам. Я прочитаю стихотворение «Деревня моя», где большая часть... Это не только к моей деревне относится. И везде сейчас вот так. «Деревня моя на глазах умирает. Все больше людей ее покидает. Школа закрыта и фаб на подходе. Скажите вы мне, что происходит? Помню года. Я молодая. Муж агроном. Я в школу шагаю. Шум детей по округе. В школе, в саду лучшего места, поверь, не найду. Коровы мчат. Телята им вторят. А таро овец по степям нашим бродят. И лошади статные травы едят. Люди с восторгом вслед им глядят. Доярки в почете. Их не хватает. Людей для работы в колхоз приглашают. Никто здесь без дела, поверь, не сидит. И целыми днями работа кипит. Теперь здесь в округе стоит тишина. Ни коров, ни овец, ни тебе лошадей. Все реже теперь постречаешь людей. Деревня родная. Прости и меня. Я тоже теперь вдалеке от тебя. Вдалеке, но помню, люблю. Потому что и дети мои, и старший сын, и дочь моя. Они живут там, где раньше жила и я. Ну, что, вот так судьба сложилась. Но я ни о чем не жаляю. Вы знаете, я очень счастливая женщина. Я мать троих детей. И у меня пять внуков. Четыре внука и внучка. И вот столько моих садиковских детей. Ну, наверное, именно поэтому вы так много пишете для детей. Для детей. Буквально неделю назад была встреча в Звенигороде, где глава муниципалитета встречался с разными представителями. Это культурное, так скажем, сообщество этого города. И, безусловно, вы тоже присутствовали, показали в главе. И подарили вот эту книгу «Лучик солнца». Она вышла год назад. Но, по сути, это продолжение. Вот есть «Лучик солнца», и вот недельно заживляющие капельки. То есть это вот все на серии. Я так думаю, что на этом вы не остановитесь. Нет, конечно нет. И я знаю, что глава, прочитав несколько строк, он вам сделал предложение. Какое? Да. Расскажите. Он, мне вообще, я хотела бы выразить слова искренней благодарности вот Андрею Робертовичу. Вот замечательный руководитель. Вы представляете, вот он действительно заботится о будущем. Взяв, я говорю, можно я, он говорит, вот будущее, что-то. Я говорю, а можно я вам скажу о будущем? Он, конечно. Я говорю, вот для будущего я пишу стихи, сказки, рассказы. И от того, каким мы воспитаем наших детей, будет зависеть и будущее нашей страны. Он заинтересовался. Я лично подарила ему книгу, подписала. Да, вот. И он посмотрел и говорит, а скажите, а ваша книга есть в детских садах? Я говорю, нет. Нет, она должна быть. И говорит в твёрдом переплёте, с цветными иллюстрациями. Вот, я хочу, чтобы ваша книга была во всех детских садах Одинцовского округа. Вы знаете, вот лучше бы... О таком я не мечтала. Я вообще даже не могла себе представить, что вот вдруг вот такая знаковая вот эта встреча была, да. Вы знаете, я прямо вот была счастливой. Я домой летела как на крыльях. Написали что-то в этот день? Написала. Я так и знаю. Я приехала, и вы знаете, я действительно думаю, ну как же вот мне ему передать новую книгу, и как же мне ему сказать слова благодарности, потому что, вы представляете, там же было много и художников, и поэтов, и каждый хотел вот поговорить. Мы его там задержали, он, может, хотел полчаса с нами пообщаться, а общался часа полтора. И вы знаете, он ни одним видом не показал, что он устал или что ему пора идти. Он вот настолько был вот с нами, вот душой, и вообще он каждого старался выслушать. Все это, заметочки делал. И вы представляете, прямо на следующий день мне звонит Людмила Васильевна и говорит, Ольга Анатольевна, срочно прочитайте, сколько это будет тираж на 500 книг, вот, по запросу главы. Вы представляете, он не положил в долгий ящик, он сразу начал действовать. Господи, дай Бог ему крепкого здоровья и на этом поприще вершин больших достичь, вот, и чтобы нам всем было комфортно, потому что мы делаем общее дело, вы понимаете? Один не справится. А когда мы друг друга поддерживаем и идем в одном направлении, это же будет очень здорово. Ну, более того, так как все эти сказки, рассказы, стихи для детей, которые вы написали, они уже прошли вот этот круг, они уже обкатаны на ваших детях. И, безусловно, вот он все правильно подметил, что эти книги должны в детских садах. Почему у нас есть другие авторы, или мы пользуемся методическими разработками других авторов, если у нас на нашей территории живет замечательный поэт, который уделяет детям особое внимание, ведь чаще всего как-то вот все во взрослые, ну, вот взрослые, лирика и так далее, и так далее. То есть для детей не так много пишут и создают. Да. А вы знаете, я вот тоже начинала сначала писать для взрослых, но дети сыграли решающую роль. Вот смотришь на этих ангелочков, да, и думаешь, они ведь все вот разные, вот разные абсолютно, но каждый требует внимания, и вот о них просто не писать это нельзя, и для них, и когда вот они были на моей презентации, читали вот стихи, да, вот, знаете, слеза пробивала. Вот. Поэтому я думаю, что я в правильном направлении пошла, что стала писать для детей. Ольга Анатольевна, вообще очень много детей пишут, и у нас в муниципалитете проводятся конкурсы, честецов, действительно талантливые ребята в школах и младшего школьного возраста, и среднего, ну, старшеклассники вообще тут раскрываются, да, безусловно. Вот все-таки вот что бы вы пожелали, посоветовали молодым поэтам, кто только пробует себя на этом поприще, только берет в руки, скажем так, перо, бумагу, да, и пытается изложить свои мысли, чувства, оставить их на листе, что им делать? Останавливаться, не останавливаться, куда им идти? Как им найти свою дорогу? Знаете, вот, они еще молодые, у них в жизни все будет. Никогда не надо останавливаться на половину пути. Начал ты писать, пиши. Пиши, и с каждым разом у тебя будет получаться все лучше, лучше и лучше. И потом... А куда вот это творчество? Вот куда? Складывать в ящик? Или все-таки куда-то выходить? Нет, конечно, надо выходить. Или, например, как-то к вам в объединение попасть, да? А почему нет? Мы рады всем. Так вот что для этого нужно сделать? Господи, взять контактный телефон и позвонить. Я всегда рада. Я всегда рада, и мы рады, когда к нам приходит молодежь, и вот когда мы, вот только в Каринском, я, например, с детками, да, вот, начала писать. Ну, я же могу поехать в любую школу. Я в первой школе очень часто встречалась. На Губинку ездили. Много я вот еще вхожу в организацию офицера России, так как сын мой служил в Чечне. И, между прочим, указом президента, награжден он медалью Суворова, что вывело ребят из окружения. Вот здесь вот это стихотворение очень так меня тронуло. Мы писали с моим внуком его. Я горжусь своим папой. Мой папа – герой. Он ребят своих спас, прикрывая собой. Дело было в Чечне, где мой папа служил. Он с отрядом ребят в разведку ходил. Вот пришли они в горы. Врагов здесь не счесть. Здесь отец, мой солдат, проявил свою честь. Он велел отступать после боя бойцам. А отец прикрывал их. Решил так он сам. Бой окончился тот, без потери и утрат. Награжден был отец за спасение. Ребят, когда вырос, то я буду тоже служить. И таким, как отец, постараюсь я быть. И я думаю, что Ваня будет таким. Потому что он и спортом занимается. И вот понимаете, это должен быть не только Ваня. А вот на таких примерах мы же воспитываем будущих солдат. А я всегда даже в садике деткам говорю, надо заниматься спортом, надо хорошо кушать. Потому что вы будете Родину защищать. Вы же будущие солдаты. И они тогда прям с удовольствием и кушают, и занимаются. Вы понимаете, вот. И я думаю, что вот если кто-то из детей захочет писать, милости просим. Мы оставим здесь свой телефон контактный. Если они захотят пообщаться, я могу приезжать в любое время после работы, например, во второй половине дня. Или когда я со второй смены утром могу. Я думаю, что писать надо. Потому что вот те мысли, которые вот ребенок хочет изложить, а что-то боится. Не надо ничего бояться. Не надо. Никто не родился уж таким гением. Мы тоже же в процессе работы вот нарабатываем, нарабатываем. И с каждым разом все интереснее, интереснее. И это так захватывает. Понимаете, вот когда они... Я понимаю век вот наших высоких технологий. Ребята очень много времени проводят у компьютера, да. Вот с телефонами. Ну возьмите ручку. Ну напишите вот несколько слов. Даже вот маме, да, несколько, четыре строчки. Ведь это какое счастье. И поэтому я говорю, телевизор хорошо и компьютер хорошо. Но человеческое общение бесценно. Бесценно. Его никто не может заменить. И вот я в этой книге, здесь не только мои были стихи, а мои высказывания, мои мудрые мысли. Я думаю, что проработав 40 лет с детьми, я имею право сделать какой-то вывод, да. И я вот посмотрела, была у одних в гостях. Папа с телефоном, мама с компьютером. А ребенок мечется между ними, да. Они не обращают никакого внимания. И я говорю, идти я сюда, мой хороший. Как жаль, что ты, говорю, сирота при живых родителей. Родители так на меня посмотрели, недумен, как это вру. И прижали его к себе. И я написала всего 4 строчки. Не меняйте деток на смартфоны. Детство пролетит у них стрелой. Повзрослеют, и лишь только телефоны вас соединят с родной душой. Пока они малы, нужна им ваша ласка. Участие в их маленьких делах. И на ночь им прочитанная сказка запомнится надолго в их сердцах. Правда же? Вот человеческое общение. Потому что они вот когда приходят, а ты меня любишь? А ты меня любишь? Я говорю, да, конечно. И каждый вот готов, чтобы его там надо прижать, поговорить. Я очень хочу, чтобы мои дети и вообще все мы были счастливы. Ведь вот, знаете, вот ты уже утром встал, уже праздник. Ты живой. Ты можешь пообщаться. Ты можешь порадоваться солнцу. Это же такое счастье. И все вот это, когда тебя переполняет, твои чувства, эмоции, ты излагаешь на бумаге. И вот это счастье, лучик солнца золотой заглянул в оконце. Это в гости к нам пришло. Маленькое солнце. Вроде четыре строчки. А дети его очень любят рассказывать. Если дождик, у меня есть такой дождь, ты опять слезинки льет и гулять нам не дает. Ветер, милый, помоги, тучки с неба прогони. Солнышко опять зайдет, детвора гулять пойдет. И мы вот как дождик начинается, и мы на веранде это стихотворение, что вроде бы мы сейчас вот это... Заклинание. Заклинание, да. И вы знаете, вот вроде бы... А это же и речь развивается ребёнка. Они вот подбирают слова, допустим. Это же здорово. Ольга Анатольевна, я знаю, что вышла год назад ваша книга, ваш сборник лучик солнца, продолжение звенящей капельки. Будет третье. Будет третье. Уже в процессе, о чём она, что туда войдет? Вы знаете, вот я сейчас буду конкретно работать над книгой, которую вот захотел бы видеть Андрей Рубертович. Я всё лучшее из этих двух соединю в одну. Вот здесь вот есть мысли там, допустим, мои педагогические, я их опущу. Это будет для педагогов. А здесь будет три блока. Значит, о родине стихи, об экологии и о дружбе, о межличностных отношениях. Экологии мы тоже уделяем огромное внимание. Мы даже их учим разделять мусор. Это же проблема такая вот сейчас. Например, вот здесь. Утром мы вчера с Серёжкой шли по узенькой дорожке. Вдруг увидели, ах, ну мусор брошенный в кустах. И бутылки, и бумага. Ну скажи, кому так надо? Мы решили, что вдвоём вот возьмём и уберём. Взяли мы пакеты в руки, стали мусор собирать. И не просто собирали, мы его сортировали. Пластик с пластиком сложили. Про бумаги, про перчатки не забыли. А бумаги, что летали, сами к нам в пакет попали. Нам нетрудно собирать. Но вас просим не бросать. Ведь земля наш общий дом. Должен быть порядок в нём. Понимаете? И вот этим стихотворением хочется сказать. Что действительно, если порядок не там, где убирают, а порядок там, где не мусорят. Вот этому мы тоже учим. Вот. Ну и потом, не жадничать. Вот тут тоже у меня есть. Мы вчера ходили с мамой в детский магазин. Представляешь, что бы было, если бы был один. Подогнал бы к магазину я большой КамАЗ. Загрузил бы все игрушки я в него на раз. А потом задумался, что наделал я. Ведь остались без игрушек все мои друзья. Разгружаю всё обратно. Быстро тороплюсь. Этими игрушками с друзьями поделюсь. Да вот как-то так фантазируем. Ольга Анатольевна, спасибо вам за ваше творчество. Очень будем ждать выхода в свет нового сборника, который, я думаю, обязательно появится во всех дошкольных учреждениях Одинцовского округа. И будет радовать детей. И педагоги будут работать по этому сборнику. Ну а вам вдохновение, чтобы муза никогда вас не покидала. Чтобы дети вас всегда заряжали энергией, солнцем, любовью. И ваши глаза также светились от счастья. Спасибо большое. Давайте в завершении программы какое-то позитивное стихотворение. Детки очень любят футбол. И вот я такой написала стихотворение. Весна пришла, мы рады ей. Бегу гулять, зовут друзей. И вместе мы идём играть в новый мой футбольный мяч. Удары, крики, ура, гол. Спасибо, братцы, за футбол. А вам спасибо за стихи, за ваше творчество и за участие в нашей программе. Было очень приятно с вами познакомиться. И мне тоже. Спасибо большое. Вы смотрели программу специальное интервью. Звениград, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok